В краевом центре за убийство жены в колонию строгого режима отправится хабаровский пенсионер. Супруги прожили вместе 30 лет и 3 года, однако сказочной их жизнь не была. В 2009 году мужчину уволили из железнодорожного депо за прогул. После этого будущий фигурант стал выпивать. К спиртному пристрастилась и потерпевшая. В день трагедии, 19 апреля этого года, оба были в изрядном подпитии. В магазин за спиртным сожители ходили не единожды. Скандал разразился около 4 часов дня, буквально на ровном месте. Мужчине показалось, что его жена кому-то машет в окно. Сразу после этого женщина куда-то засобиралась, но попытка выйти на улицу стоила ей жизни. В судебном заседании подсудимый пояснил, что не хотел убивать свою супругу, а лишь желал воспрепятствовать ее уходу из дома. Вместе с тем количество нанесенных телесных повреждений, а также их расположение на теле свидетельствует о прямом умысле подсудимого именно на причинение смерти потерпевшей. Подсудимый ударил ножом мать своих двоих детей 11 раз. Бил хаотично, в голову, шею, руки и туловище. При нападении присутствовал один из сыновей семейной пары, имеющей инвалидность. Он испугался разъяренного отца и сбежал. Сразу после убийства мужчина пошел к соседям, которым сообщил, что зарезал супругу. Правда, на допросах подследственный смог вспомнить лишь часть событий из-за сильного опьянения. Оно и было признано отягчающим вину обстоятельством. Слоупотреблял спиртным в состоянии алкогольного опьянения. Часто вел себя агрессивно, провоцировал конфликты с потерпевшей, в ходе которых наносил ей телесные повреждения. Как ни странно, в целом характеристика мужчины была удовлетворительной. Прежде он проблем с законом не имел. В колонии по решению суда овдовевший по собственному желанию мужчина проведет 9,5 лет. Сын, признанный в этом деле потерпевшей стороной, заявлять материальных претензий родному отцу не стал. С места происшествия Денис Коршунов, Анастасия Кузьмина и Павел Рогатин.